Короче, сегодня наши ездили в русский штаб. Простые солдаты? Ну, не командиры, но простые солдаты. Нет, простые, да. Разговаривали с тремя генералами. Короче, они выебали нашего зиму за все. Они не в курсе, что тут нас мало, что мы... Они все думают, что мы спецы, что мы воюем с 2014 года, и мы что, специалисты. Что мы крутые вояки. Потому что эти же россияне тут, эти десантники смотрят, что мы бесстрашные воюем. Ну, короче, они подняли вопрос, что у нас никакой ротации, у нас никакого вооружения ни хера. Те же говорят, ну как, а чего ротации не было? Говорят, в чем проблема? Говорят, у нас тут за рекой стоит несколько полков, блядь, ДНРовцев, которые просто сидят балдеют, блядь. Короче, пообещали. Сейчас в течение трех дней приедет сюда российские какие-то хуепудалы, блядь. Проедут. Они еще не были что-то по позициям, нигде не были. Наши же сказали, что ебать, наш состав, это 140 человек, и мы держим, блядь, 30 километров в линии обороны. Они как так? Как, блядь, нихуя себе. И, может, типа, у нас одни автоматы, и все, блядь. Ну, короче, нас пообещали менять. Что, получается, эти генералы, типа, даже не знали, что тут за ситуация. Будут у нас все равно идут. А увольнительные не обещают домой? Лена, нахуй нам увольнение, лишь бы нас отсюда вывезли, блядь. Увольнение это все обещают, но потом, когда мы, ротацию нам проведут, только сказали, говорит, желательно вам не давать никаких увольнений, нахуй. Говорит, потому что надежды на вас нет. Говорит, кто-то поедет домой и не вернется. Говорит, это все. Говорит, все не будут ездить домой вообще. Если проведут ротацию, вы чуть-чуть поотдыхаете, вот это на дорогах будем ставить дороги, охранять нам. Вот такую ферму, типа, наперед кем мы не будем больше. А все, мне кажется, они знали, блядь. У нас, Лена, у нас почти, блядь, 50%, блядь, минусом. Короче, нам пообещали первым делом нашу ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте, домой никто не поедет, потому что многие убегут, блядь. И не вернутся. Да, ну, по большому счету, и есть. Потому что сам этот 33-й, я говорю, да, говорит, это дорога в один конец. Говорит, я уеду и не приеду. Я говорю, так и других потом не пустят. Он-то мне похуй, говорит, а вдруг я приеду, а кто-то другой потом не вернется. И из-за этого гондона будут идти. Видишь, как люди рассуждают. Это нам еще везет. Пока везет. Что с этой стороны. Если сюда попрут, то только пехота. Ну, и мезометный обстрел. Что танки не пойдут. Там какая-то большая канава громадная. Опять же, может, укропы там потихоньку засыпали. Мы же не знаем. Они же русские дебилы, блядь. Вот это же как на потемке на война была. Ночью ехала к ним подмога. И они начали ебашиться со своими. С подмогой со своей. Русские с русскими, блядь. Поперебили там друг друга, блядь. Я несколько дней нечислил. Я вчера и сегодня почислил. Ну, они там все на допросах. Туда еще отвезли двоих на допросах. Только не от нас, а от других. Потом повсплывает еще, блин. Лена, он застрелил 75 человек. Понимаешь? И местных, и наших. Ну да, он делил права. И те, что он, смотри, посредник, что он двоих застрелил. Они же один раз изнасиловали, я же уже, наверное, рассказывал, женщину 55 лет, мужу там пиздюлей дали. Нет. Он предупреждал их, что ведите себя нормально. Они через неделю-две пошли опять этому мужику пиздюлей дали, изнасиловали бабу, а потом их застрелили. Они выкопали себе яму, нахуй. Их застрелили, воно их застрелило. Наши пацаны их закопали. Вот они свидетели. Вот их теперь тягают. Это последнего только отвезли в Россию, в это. В Херсон, туда подальше от нас. Ну, в Береславль. Он сидит там в тюрьме. Ну, как? Пока закончится операция, его выпустят. А сколько ж ему лет? 25 будет, 26 лет. У меня бывают уже мысли, может им повезло, блин. Что они там хоть их допрашивают, но они хоть сидят в тихом, спокойном месте. Тут несколько человек таких застрелили, которые насиловали, убивали, закопали. Ваши, ну, наши ДНРовцы. Да. Тут до хера чего происходит. Вы же не знаете, я же говорю. Мы много чего не рассказывали. Ну, значит, видишь, как вот со стороны укропа что-то говорили. Грязи очень много здесь. И изнасилований, и все происходило там на Украине со стороны россиян. А то все вот, что это фейки, фейки. Ну, типа российская армия на такое не способна, получается. На все не способны. Эти якуты, эти якуты на все способны. Там набухаются и начинают. Они же всегда героев хочут. Типа, кто ты такой, блядь, ополченец ебаный. А я вот россиянин, блядь. И начинается. То морду набьют, то постреляют друг в друга. Тут до хера чего происходит.